Всем привет! Это моё новое видео. В этом видео мы поедем в Олимпийский парк. Надеюсь, что видео получится интересным. Мы пойдем в музей Тесла и смотреть на поющие фонтаны. Я надеюсь, что вам понравится. Давайте начинать! Субтитры делал DimaTorzok Сюда же. Вот Сочи парк. Там уже колесо обозрения. Но мы сюда, в Сочи парк поедем, не знаю когда, побольше. А сегодня мы в Олимпийский. Мы вышли просто поближе ко всяким музеям. Сейчас мы идем в музей Тесла, скорее всего. А потом еще погуляем. Сочи парк, но это потом вы все увидите. Будет тоже влог, конечно же, отсюда. Вот колесо обозрения высокое. Хотя, по-моему, у нас в Ториэте такой же. Мама, капец вообще. Я думала, здесь мы выше. Вот, мы идем туда. Там Олимпийский парк. Там Сочи парк. Я уже увидела американские горки. Теперь туда сильно хочу. А еще вот эту вот башню. Отсюда, наверное, не будет видно ее. А, ну ее отсюда и так плохо. А, ну вон она. Короче, где поднимаешь, потом тебя сбрасывают. Мы тоже сюда пойдем обязательно. Кушаю рожок. Здесь везде вот такие вот мопедики. А там Олимпийская чаша уже. Вон. Там огонь, что ли, зажигали. Короче, сейчас мы идем вот в ту сторону. Там что-то там. Нас туда-сюда прямо мотают. Тут спрашиваем. Говорят, там музей этот Тесла. Идем туда, спрашиваем. Говорят, там музей через все эти домики вообще. Говорят, вывеска там. Мы уже везде просто все прошли. Мы боимся сейчас уже не успеть. Но, надеюсь, сейчас мы уже правильно идем. Сейчас еще будем спрашивать. Потому что это капец какой-то. Нашли наконец указатель. Сейчас идем прямо как-нибудь по указателю. Надеюсь, что это там, да. Потому что пока что вообще нам осталось 15 минут. И начинается последний сеанс. Если мы не успеем, то мы по сути зря сюда ехали. И только еще фонтаны впереди поющие будут. Ну, музей Тесла, блин, тоже круто же. О боже, наконец-то мы нашли. Вот там вывеска Тесла. Ни хрена не видно, но это Тесла. Сейчас наконец-то туда пойдем. Сейчас нам сказали, где билеты продаются. Сейчас, надеюсь, без приключений. Купим и будем тоже там ждать. Эти карты можно? Можно, значит, снялечку. Работа 50 метров. Каждый вам будет с ним переделать. Давайте, снялечку. Так получится, когда 1050. 1050. Все, наконец-то купили. Вот наш билет. Билет на троих человек. Уже через 10 минут начнется шоу. За нами выйдет ведущий и мы пойдем. Какая штука, я уже там сфоткалась. Я идиот. Там такие челики. Я, наверное, вставлю фоточку сюда. Да. Скорее бы нас уже туда впустили. Ух, прикольненько. Мы пошли. Тут что-то там. Тут что-то есть. Какие-то всякие штучки. Никола Тесла. Никола Тесла. Никола Тесла. Кто он? Безузызвучимый. Раук. Или? Невизнанный. Никола Тесла. Родился в 1856 году в Хорватии в семье Сяков. Однажды в морозный вечер маленький Никола играл со своей кошкой. Папа, что это было? Это явление называется статическим электричеством, сынок. Электричеством? В 1884 году Тесла приезжает в Америку, чтобы поделиться соображениями по поводу внедрения своего двигателя временного тока с королем из... ...вот с этого устройства. Оно имеет несколько названий и множество хуже. Мы поговорим о нем как этот трансформатор. Для начала задам простой вопрос. Сколько у нас проводов в розетке? Три, два, три. Еще варианты? Три. На неправильный ответ и никого только мне бьют. А знаете, за что бьютон? За вспышку. Класс. Это неправильно. Простите. Хорошо. Фотографировать можно, видео можно, но без вспышки. У меня на эту вспышку есть своя. Знаете, какая? Вот такая. Мобильная, беспроводная. Могу за вами бегать и вспышку. Я еще за капель надо не путаю, убьет. Ладно. Вернемся к нашим провода. Так вот, где-то там, где вы не видите, один единственный провод, заканчивается катушкой, которая в свою очередь соединяется с трансформатором, у которого тоже есть катушка с намотанной проволокой. Именно это сочетание двух катушек с разным количеством витков позволяет нам повышать или понижать силу тока и напряжения. Наша условная розетка, наша цепь, замкнута гвоздем. Дома вы замыкаете эту цепь любыми устройствами, которые подключаете к розетке. Ну, а если кто-то про розетку совсем ничего не понял, выглядит это вот так. Два конца одного и того же провода выходят в вашу розетку. Не плюс и минус, а фаза и ноль. Ну, давайте наконец посмотрим, что произойдет, когда мы включим наше устройство. Вы слышите характерный гул. Такой же звук вы могли слышать возле электромодстанции, ну или трансформаторных гулок, как вы привыкли их называть. И нам понадобится буквально 10 секунд для того, чтобы наш гвоздь раскалился до красна. Это принцип работы всех ваших кипятильников, электрочайников и плит индуктивного нагревания для приготовления пищи. Всем видно? Да. Ну, а также обратите внимание, оба наших устройства заизолированы пластиковой оболочкой. То есть металлические их части не соприкасаются. Однако ток через розетку шел. Это нам доказывает гвоздь. Ну, всегда есть кто-то, кому гвоздь ничего не доказывает. Поэтому вот еще один пример. Думаю, это более наглядно, да? Вывод. Какой можно из этого сделать? Сыроки в розетку. Проект. Не надо лезть в розетки и трансформаторы. Вот такой вывод. Дети услышали? Я надеюсь. Взрослые дожили же в своем возрасте только потому, что это знают. Ну, либо сильно повезло. Можно сказать, перед вами была примитивная демонстрация вес проводной передачи энергии. Научное это явление называется электромагнитной индукцией. А искры – это результат короткого замыкания. В данном случае всего лишь 3 вольта. Все потому, что у нас получился понижающий трансформатор. Это значит, что на первичной обмотке гораздо больше витков, чем на вторичной. У вас в розетке сколько вольт? Десять вольт. Представьте, что будет в трансформе. Ну, а чтобы было не так интересно проверять, давайте посмотрим на короткое замыкание помощника. Электрический стул в зале заметили? Ну, прямо над ним сейчас появится дуга. Не пугай. Дуга, которая поднимается вверх, очень похожа на огонь. Но ничего общего у нас с ним не имеет. Это не что иное, как четвертое агрегатное состояние вещества, которое называется плазмой. А устройство, которое позволяет демонстрировать такой эффект, называется лестница Иахова. Как видите, на разряд прямо как по лестнице поднимается вверх. И это один из самых опасных экспонатов нашего музея. Потому что, как я и сказал, это короткое замыкание. Но 20 тысяч вольт. Эта дуга уже немножечко смертит. Ну, мы просто подумали, что показывать вам КЗ в 220 вольт будет как-то не солидно. Мы же электрический музей. Теперь, давайте превратим наш взрыв безобидный трансформатор в электромагнитное оружие. Похоже, кто-то из вас слышал про пушки Гаусса или рельсовые пушки. Так вот, это прототип того, с чего все начиналось. А снаряд для нашей пушки это простое кольцо из алюминия. Заряжаем пушку. Включаем. И кольцо устреливает вверх. Почему же так происходит? Когда я включаю трансформатор, по катушке начинает течь что? Вокруг образуется электромагнитное поле. В кольце тоже образуется электромагнитное поле. И направление у этих полей противоположное. Приведу простой пример. Думаю, многие из вас баловались с магнитами и знают, что будет, когда я поднесу их разными полюсами. Что будет? Отталкиваться. И не разошли. Притягиваться. Вот если одинаковыми, вот тогда отталкиваются. Обновите базу данных. Здесь происходит абсолютно то же самое. За счет конфронтации полей кольцо востреливает. Я. Как правило, в эту сторону. Ну, не в этот раз. Ну, моя цель, чтобы угол пипа не получил, поэтому лучше перебить. Как видите, есть сила. А с силой что нужно делать? Управлять и направлять. Чем-то я с тобой занимался. Если вместо электродов мы подключим сюда ротор, то получим электродвигатель. Ну, а если мы начнем вращать ротор вручную, то получим генератор электромагнитных колебаний, который сам в состоянии вырабатывать электроэнергию. Все это патенты ТЭСМА. Итак, я вам показал понижающий трансформатор. Там был повышающий. Теперь мы переходим к повышающим трансформаторам ТЭСЛА. Ну, или катушкам ТЭСЛА, как многие привыкли. И, друзья, кольцо в лоб уже точно не полетит. Можно подойти поблизости. Ну, так же, чтобы все все видели. Здесь у меня три маленькие катушки напряжением. Каждая всего лишь 10 тысяч вольт. Тут у нас две музыкальные катушки ТЭСЛА. По полмиллиона вольт каждая. И прямо за вами на полигоне расположены две самые большие наши катушки, способные генерировать трехметровые молнии. Напряжение полтора-два миллиона вольт. Ко сравнению, во время грозы молнии имеет напряжение 1 миллиард вольт. То есть сегодня вы увидите грозу в тысячу раз в мире. Ну, а чтобы вы сразу не сближали. Начнем с маленьких. И еще один простой вопрос. Как думаете, что это? Ладно, правильно. Как видите, в руках оно у меня загорается. Но в ней нет никаких скрытых включателей, выключателей, источников тока или батареек. Это явление, в свою очередь, тоже называется электромагнитной индукцией. И открывает ее кто? Эта. Правильно. Майкл Фарадей открывает это явление. Светиться будут неоновые лампочки россыпью, лампы от старых советских телевизоров. Будут светиться лампы абсолютно любой конфигурации и даже перегоревшие. Главное условие, они должны быть газоразрядными. Ну, если вдруг остались сомнения, есть отличный пример. Как видите, в руках у меня не лампочка. Здесь нет цоколя, нити накаливания или каких-то контактов. Однако, внутрь закачан инертный газ аргон, который позволяет мне демонстрировать вот такой эффект. Это поведение чистого инертного газа в электромагнитном поле. Полоценным свечением это назвать нельзя. Это всего лишь свечение внутрь закачанного инертного газа. Настоящая магия, да? Такие шары нет. На Алике продается целая гора, но живут они недолго. А нормальные шары, вот такие, живут дольше, чем мы с вами. Я думаю, вы обратили внимание на свечение на концах катушек. Это свободный разряд электричества, коронный разряд, или же просто коронка. Это не что иное, как самая настоящая молния. А вот это легкое шипение. Слышно? Да. Значит, меня не глючит. Это самый настоящий гроб. Ну, сами понимаете. Какая молния, такой и гроб. Ну, здесь молния совсем не серьезная. Всего лишь 10 тысяч вольт. Давайте посмотрим, что будет, когда мы увеличим напряжение до 200 тысяч вольт. Соответственно, лампочка нужна уже побольше. Для того, чтобы дотянуться вот до той катушки. Лампочка нужна. Как вы успели заметить, плазменный разряд увеличился. Так же, как и электромагнитное поле вокруг катушки. Ну, а теперь вы можете представить, что произойдет, когда мы запустим большие катушки. Но потом. Еще один способ увеличить плазменный разряд я уже показывал. Достаточно разместить инертные газы в электромагнитном поле. Красиво? Да. Но мало. Поэтому давайте посмотрим на наши плазмоколбы. В зависимости от внутрозакаченных инертных газов, мы можем менять цвет, частоту колебаний и длину дуги. Всего инертных газов у нас 7. Это гелий, неон, аргон, крипто, аксенон, радон и аганессон. Последние два радиоактивные, поэтому решили их вам не показывать. Ну, а остальные газы и их смеси представлены прямо в нашем зале. Так, друзья, еще буквально секунду внимания. Во-первых, попрошу вас не заходить за желтую линию по периметру зала. И сейчас у вас будет несколько минут интерактива. Вы можете трогать колбы, с ними фотографироваться. А еще провести один эксперимент. Какой? Два человека берутся за любые две колбы и свободными руками пальцы. Пожалуйста, только пальцы. Нужно соприкоснуться друг с другом. Причем? Колбы в вашем распоряжении. Я вернусь через несколько минут, и мы продолжим. О, прикольно. Смотрите. Да. Почему? Ну да, я знаю. Сейчас. А, что такое? Вот, где телефон. Короче, мы с мамой попробовали, то, что она сказала, типа, за колбы взяться и пальцами настолько ударило. И больно, между прочим. Он не сказал вообще, капец. Угодите вам. Оп. Прикольные, все такие красивые. Вот эти вообще офигенные. До сих пор палец болит. Тут еще вот тут всякие штучки есть. Интересные. Эти колбочки. Вот, прикольно. Она просто такая оп. Такие всякие штуки. Тоже вот эти вот колбы. Она шипит. Она... А что, если вода выкоснется? Вау, смотрите. Прикольно. Специально собрали два этих трансформатора для того, чтобы вас подготовить в шоу. Потому что там будет реально громко. Но есть еще одна причина, по которой мы их собрали. Нередко люди, когда выходили из музея, жаловались кассирам. Почему так громко нельзя сделать таки. Сможет. Для этого нужно сделать молнию меньше, но и звучать это будет соответственно. Думаю, такое шоу вам бы не понравилось. Делаем громче. Максимальная громкость для этих катушек. Теперь видите, аппазон. Напоминаю. Если было максимум 500 тысяч вольт, там будет 1,5-2 миллиона. Чуточку погромче. Вы готовы? Да. Поворачиваемся в сторону полигона и отходим назад. Сейчас что-то будет. Думаю, сетку вокруг полигона вы уже заметили. В 1836 году Майкл Фарадей доказал, что замкнутый заземленный контур из металлической сетки не позволяет проникать в высоком напряжении и электровогнитного излучения. Так называемая клетка Фарадей. Итак, идея себя никуда не отпускает. Если кто-то реально боится громких слухов, не бойся. Мы начинаем. Ну а пока руки свободные. Давайте поприветствуем, Мегамольт. Электрический музей Николы Тесла и творческая группа Tesla IFX представляют вам шоу музыкальных катушек Tesla. То, что вы сейчас увидите, это настоящая электронная музыка, которую создает сам электрон при напряжении нескольких миллионов вольн. Молнии настоящие и невероятно опасные. Говорят, когда сто лет назад в Америке сам Tesla запускал свои гигантские катушки, в Сибири упал тоннгутский летеорит. Что по этому времени нашего выступления мы не знаем. Если станет слишком громко, прикрывайте уши. И мы начинаем. Класс. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Дамы и господа, поприветствуйте Повелитель Волнии Мегаволит! Продолжение следует... 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 Да, как будто вода цветная. Нет, фонтаны сами красивые. Цвета, представьте, еще насыщеннее. На камере у меня бледненько. Что-то там фоткаешь. Фоткаешь меня тоже, пожалуйста? Давай сейчас. Я так думаю, у меня там ничего не слышно. Извините, но тут сама по себе музыка очень тихая. Ну да, она очень мешает. Мы путешествуем между людьми, ищем самое топовое место. Я его уже вижу, но мы туда еще не пришли. Хочу, чтобы уже другие цвета были. А для зеленого уже надоело. У нас такие хорошие формы. Сейчас буду кушать свою булочку. Субтитры создавал DimaTorzok Красота. Тут люди на газоне сидят. Прикольно. Очень. У меня булочка с повидлом. Сейчас мы уже направляемся к остановке. Потому что, чтобы такой сильной толпы не было. Хотя, я не знаю, как мы сейчас домой уедем. Потому что с такими-то людьми просто... Тут очень много людей. И там, и там, везде. Я ела свою булочку. Сейчас мы ищем остановку. Там ехал автобус отсюда. Вроде как неполный. Это нас успокоило. Надеюсь, что мы тоже усядем себе нормально. И не будем там толкаться. Уже вообще совсем темно. Но очень красиво. Думаю, послезавтра, либо чуть позже, мы приедем уже в Сочи-парк. Целенаправленно будем здесь кататься на всем. Поэтому тоже видео будет. Ждите. Ну что ж, вот такое видео у меня получилось. Мы уже приехали домой. И я записываю опять концовку сразу. После того, как записала начало. Все, после того, как мы приехали. Мне очень сильно все понравилось. Подождем. Вот музей Тесла вообще был просто крутой. Фонтаны, конечно, не меньше понравились. Ну, вообще, вот этот мужик вообще крутой. Очень крутой. Я надеюсь, что вам понравилось это видео точно так же. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok